Ну и последняя зависимость, которую мы хотели бы так очень подробно рассмотреть, это так называемая интернет-зависимость. И мы хотим вам предложить даже, знаете, целую тоже презентацию по поводу этой интернет-зависимости. Профилактика компьютерной зависимости. Составил эту презентацию Александр Жибрик, то есть он с нами поделился этой презентации, и вот он разрешил нам ее использовать на наших семинарах. Вообще очень важно понимать, что существует такая угроза виртуальной реальности для всех, для нас. Мир, создаваемый посредством компьютерной технологии, называется виртуальной реальностью. Виртуальные возможности, виртуальные желания, виртуальные удовольствия, интригующие и манящие понятия, рисующие воображение психологический Клайндайк, место, где сбываются все мечты и решаются все проблемы. Существует такая вот нереальная реальность, она создается как раз виртуальной реальностью. Для некоторых людей такая вот реальность виртуальная, замена настоящей реальности на новую, которая лучше настоящей, наша нервная система уже не в состоянии отличить реальную, подлинную ситуацию от воображаемой. Такой пользователь компьютер начинает относиться к компьютеру как к живому существу, начинает с ним общаться, отождествляет себя с компьютером, и у него появляется зависимость. Зависимость, который, вот этот термин аддикция, он заимствован из лексикона психиатров, для облегчения такой идентификации проблем интернета путем ассоциации ее с характерными социальными и психологическими проблемами. То есть зависимость это, конечно же, и психологическое расстройство в том числе. И психическое. Пять главных подтипов основного диагноза интернет-зависимость, которые характеризуют, к чему именно пристрастился человек. Во-первых, киберсексуальная зависимость. Непреодолимое влечение к посещению порносайтов и занятию киберсексом. Пристрастие к виртуальным знакомствам, то есть поиск знакомых, друзей в сети. Причем это их избыточность. Навязчивая потребность в сети, игра в онлайновые азартные игры, постоянные покупки или участие в аукционах. Информационная перегрузка, то есть бесконечные путешествия по этой сети, поиск информации по базам данным, поисковым сайтам. Компьютерная зависимость это навязчивая игра в компьютерные игры, стрелялки различные, в различные стратегии. Стратегии, ходилки и так далее. Интернет-зависимость. Термин интернет-зависимость предложил доктор Айвин Голберг в 1996 году для описания патологической непреодолимой тяги к использованию интернет. Диагностические критерии расстройства в целом соответствуют критериям других химических зависимостей. Или нехимических зависимостей тоже. Во-первых, это использование компьютера вызывает дистресс. Во-вторых, использование компьютера причиняет ущерб физическому, психологическому, межличностному, семейному, экономическому и социальному статусу. Имеется взаимосвязь с такими психохимическими аддикциями, как работоголизм и гэмблинг, то есть патологическая игромания. Симптом интернет-зависимости. Психологические симптомы следующие. Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером. Невозможность остановиться. Увеличение количества времени, проводимого за компьютером. Пренебрежение семьей, друзьями. Ощущение пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером, когда ты находишься. Ложь работодателю или членам семьи о своей деятельности. Проблемы с работой или учебой. Физические симптомы. Это синдром корпального канала, то есть такое туннельное поражение нервных стволов руки, связанных с длительным перенапряжением мышц. Сухость в глазах. Головные боли по типу мигрени. Боли в спине. Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи. Пренебрежение личной гигиеной. Расстройство сна и вообще изменение режима сна. Как и начинающие наркоманы или алкоголики, интернет-зависимые уверены, что в любой момент могут отказаться от привычки проводить несколько часов в день в виртуальном мире. Но удается это далеко не всем. Влечение к интернету развивается благодаря трём основным факторам. Во-первых, доступность информации, интерактивных зон и порнографических изображений. То есть всё это очень доступно. Во-вторых, персональный контроль и анонимность информации. То есть я контролирую то, что приходит ко мне. И от меня зависит всё это. И никто об этом не узнает. Внутренние чувства, которые на подсознательном уровне устанавливают большой уровень доверия к общению в онлайн. Вообще большая часть интернет-зависимых сидит в сети ради просто общения. Интернет-зависимость становится возможной благодаря отличиям реального общения от виртуального. Возможность для реализации каких-то представлений, фантазий с обратной связью. И неограниченный доступ к информации. Такой информационный вампиризм. Психологи считают, что интернет-зависимость развивается у людей с определённым складом личности. Как правило, в реальной жизни такой человек испытывает серьёзные проблемы в общении. Уход в виртуальный мир – один из способов лёгкого решения этой проблемы, как алкоголь, наркотики или увлечение азартными играми. Многие психотерапевты говорят, что интернет-зависимость – это не самостоятельное заболевание. Как правило, этот диагноз свидетельствует о других, более серьёзных проблемах клиента. Депрессия, коммуникационные проблемы, ну и другие. Все они так или иначе могут являться признаками неспособности справиться со стрессом и формами той или иной дезадаптации в реальной жизни. Генетически заложенный, но не растраченный запас страстей человек стремится разделить с анонимным или онлайновым собеседником. Качественный анализ показал, что главенствующим фактором, благодаря которому все эти явления получили широкое распространение, является анонимность личности в сети. Особенно анонимность увязана с четырьмя главными расстройствами. Во-первых, усиление различных отклонений от нормы, ложь и даже совершение криминальных действий, как просмотр, скачивание непристойных или совсем запрещённых картинок, такие как детская порнография, например, которые широко распространены во многих сайтах. Виртуальный мир, в котором человек чувствует себя намного комфортнее, чем в реальной жизни, создаёт угрозу для успешности реальной жизни. В подобных случаях используется персональная психотерапия, целью которой является уменьшение желания сбежать из реального мира. Интерактивные компоненты сети облегчают создание киберзависимости, которая негативно влияет на внутрисемейные отношения и стабильность семьи как таковой, что в первую очередь ведёт к отдалению людей от реальной жизни и к разводам. В этом случае применяется индивидуальная семейная терапия, в процессе которой супруги работают вместе над применением и воссозданием семьи после измены в сети. Мы лично работали с одной парой, у которой жена конкретно в сети изменялась своему мужу. То есть физической измены не было, но там была полная вообще измена на всех уровнях психологии и социальных законах. Возможность создания альтернативных онлайн персонажей в зависимости от настроения, желания самого пользователя, что создаёт возможность уйти от реального мира с его эмоциональными проблемами, например, стресс, депрессия, беспокойство, или же от простых жизненных сложностей, обилие работы, проблемы в учёбе, внезапное безработице, расстройство в семье. Мгновенное бегство в фантастический мир интернет служит поддержкой для привыкания, за которым следует ухудшение настроения, психологические разногласия, которые лечатся психотерапией в результате необходимости фармакологическим способом. Примерный тест, с помощью которого можно определить степень зависимости от интернета. Давайте попробуем с вами себя протестировать. Зависимы вы от интернета или нет? Особенно это, знаете, полезно тем, кто достаточно часто пользуется интернетом по роду деятельности. Итак, первый вопрос. Чувствуете вы себя озабоченным интернетом? То есть думаете ли вы о предыдущих выходах в интернет и предвкушаете ли последующие выходы в интернет? То есть озабочены ли вы интернетом? Да или нет? Постоянное предвкушение выхода и постоянные мысли о том, что вы выходите в онлайн. Значит, пишете да или нет. Ощущаете ли вы потребность в увеличении времени, проведенного в сети? То есть вам нужно еще больше там посидеть, чуть подольше, чем вчера. То есть постоянная потребность увеличить время, которое вы там проводите. Следующий тест. Были ли у вас безуспешные попытки контролировать, ограничить или прекратить вообще использование интернета? То есть вы пытались ограничить, вам жена постоянно говорит, или дети, пап, ну оторвись. Ну вы понимаете, что надо, но не получается, много работы, много информации. Все, я больше, да, вот завтра я не выйду в интернет, но приходите, проверяйте почту и так далее. И поехали за информацией. Все, вас понесло, потащило туда. Следующее. Чувствуете ли вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках ограничить или вообще прекратить использование интернета? То есть, например, решили, ладно, люблю жену, не буду. В 11 я выключаю, все, жена подходит, ты обещал в 11, нажимаешь кнопку. Выключили, после этого у вас раздражение, чувство угнетенности, чувство, что вас вот, знаете, нарушили ваши человеческие права. Бывает такое или нет? Идем дальше. Находится ли вы в интернете больше, чем предполагали? Особенно в онлайн. Думали, ну вот пообщаюсь я с своими друзьями, да, виртуальными. Аськи там посылаю или там что? 15 минут, раз смотрите, а вы там уже полтора часа были. Незаметненько так, прошли полтора часа. Были ли у вас такие ситуации, когда вы рисковали получить проблемы на работе, на учебе или в личной жизни из-за того, что долгое время просиживаете в интернете? Ну, начальник вас раз застукал, сказал, чтобы не смел больше. Или наоборот, в смысле как, не наоборот, а так его я сейчас говорил, что слишком много у нас скачивается мегабайтов с интернета. Это уже кто там сидит так долго? Вычислю, премии лишу. Но вы все равно продолжаете. Зная, что вас лишат премии. Следующее. Случалось ли вам лгать членам семьи, врачам или другим людям, чтобы скрыть свое истинное время пребывания в интернете? Вы там были два часа, но, говорите, я там была всего полчаса. Это же не проблема? Ну, максимум 40 минут. Максимум. Следующее. Используете ли вы интернет для того, чтобы уйти от проблем или от своего дурного настроения? Ну, например. Например, чувство беспомощности, виновности, раздраженности, депрессии. Следующий вопрос. Ну, уже ответ. А, уже ответ. Тестируемый считается интернет-зависимым в случае пяти или более положительных ответов? Вот смотрите, сколько положительных ответов вы дали в ответе на эти вопросы. Есть ли у вас пять и более зависимости? Причем зависимость прогрессирующая, которую уже надо конкретно решать. Как мы решаем любую зависимость? Открытость. Открытость. Подотчетность. Верность идеалам. Верность людям. И... Взятие на себя определенных обязательств. Правильно? И полезное, естественно, в обществе. Ну, пять ответов. Это уже человек конкретно зависимый. Если мы будем говорить о шагах срыва, то они начинаются с двух, с трех положительных ответов. Если вы два раза положительно ответили и больше, то вы смотрите, на каком вы шаге срыва, на какой стадии. Если ни одного раза, ни одного. Ну, замечательно. Вы интернет-свободный человек. Конечно. То есть, понимаете, нам не задача сказать... От интернета вы точно не зависит. Знаешь, у вас какие-то свои другие зависимости, если они есть, да? Что-нибудь другое. Что-нибудь другое, но в любом случае. Это радует, да? Это радует. По крайней мере, этого нет. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Кто становится жертвами сети? Наиболее важно, насколько часто посещают интернет маленькие дети. Дело в том, что наблюдается рост такой онлайн-педофилии, что связано с определенным риском по отношению к детям. К тому же, надо отметить, что для постановки диагноза педофилии не требует никаких примеров приставания к детям. А вполне достаточно того факта, что кто-то развлекается различными сексуальными фантазиями, касающиеся детей. К тому же, неуклонно растет количество таких вот связей между просмотром детской порнографии и реального риска приставания к детям. И, наконец, необходимо ограничение подобной информации до простых примеров. Исключение возможности попадания на подобные страницы случайно. То есть, поставить определенный фильтр. Вот сейчас в школах ставят такие программы, которые вообще не допускают выскакивания этих картинок всевозможных. Выходишь на сайт, а там сопровождающие вот эти все картинки. Но с кем мы не разговариваем с людьми, которые ведут программирование в школах? Знаете, каждый говорит, хотя бы один такой хакер есть в классе, который очень быстренько находит ключ к таким распрограммированиям. Говорит, постоянно надо быть начеку. То есть, здесь уже настолько порой подсели на эту интернет-зависимость, что, понимаете, даже уже во время уроков ухитряются. Кстати, что самое печальное, Россия, это чуть ли не одна из единственных стран в мире, которым нет закона против педофилии, как таковой, компьютерной в частности. И вот сейчас, конечно, идет масса этих законопроектов, требований, все-таки, чтобы если мы претендуем на то, что мы страна цивилизованная, значит, должен быть принят определенный закон против педофилии. До сих пор этого закона, к сожалению, нет. Но будем надеяться, что все-таки этот закон будет принят рано или поздно. В частности, АИФ сейчас очень конкретно проталкивает этот закон, акции, читает ли, организует и так далее. Ну, будем ждать, что будет далее. То есть, почему вот дети особо опасны такой категории людей, которые больше всего подвержены этим нападкам и вот этой зависимости? Потому что родители не нарадуются на таких детей. Это тихие дети, которые сидят, ну что он там в интернете, да, ну посидел. Он же развивается технически. Ну, материалы интернет касаются проблем взаимоотношений детей в сети, проблем интернет-образования. Указываются на чрезмерное увеличение компьютером в семьях. При этом родители на компьютерных детишек не нарадуются. Вот здесь написано. Дети растут тихими, замкнутыми. И как маленький человек постепенно уходит из социума. У нас в школах уже идет тотальная информатизация. Но в семьях еще не сформировалась культура дозированного общения с компьютером. Вхождение детей в интернет должно сопровождаться контролем со стороны родителей и учителей. У ребенка должны быть сформулированы навыки живого человеческого общения. То есть, поймите, нельзя быть против компьютера. Вообще исключительно. Мы знаем семьи, которые, знаете, все, мы вообще не заводим компьютер. Мы принципиально такие вот все страхи. Но, понимаете, мы живем в такой эпохе, где вот если вы хотите получить хорошую работу, хорошее образование, чего-то достичь, да, вот именно там в обществе, нужно владеть компьютером, иностранным языком, английским. Ну, вот, понимаете, ну, какие-то есть минимальные требования, если что-то хочешь достичь жизни. И наиболее психологи обзабочены категорией детей, которые называются одаренные. Они наиболее подвержены компьютерной или интернет-зависимости. Поскольку вот такие возможности и трудности в социальной дезадаптации у ребенка, они только усиливаются, когда он слишком много времени проводит в интернете или за компьютером. Одаренные дети входят в такую группу риска. По отношению к ним негативные последствия информатизации, как интернет-зависимость, наиболее применимы. Существуют серьезные опасности, которыми дети встречаются непосредственно в интернет. Это доверчивость детей. Общаясь с сети, их могут соблазнить на совершенно непристойные действия. Доступность к порнографии. Дети могут наткнуться на порнографию ввиду ее широкого распространения в сети. Программное обеспечение, ограничивающее доступ детей в такие сайты, не всегда срабатывает. Его может не быть в школе или в библиотеке. Да что, ходить далеко за примером. Мы выходим в почту, да, и вдруг раз, какое-то письмо. Лиля некая. Спам, так называемый, да, рассылается. Выходим, хочешь посмотреть у меня то-то, то-то, открой мое письмо, Лиля, на фотографиях. Понимаете, то есть просто вот даже такие вот спамские песни приходят на личные электронные почты. Поэтому даже если вам ребенок сказал, я посмотрю свою почту, лучше, если вы как-то вот заранее будете, будьте рядом. Чтобы вот такие вот Лили и Гали, так сказать, не вторгались в его личное пространство. Это факт, как бы это реалия, понимаете, мы ее должны как бы вот знать. Тут от этого мы даже не можем фильтры поставить. В-третьих, даже содержание этого сайта может быть такой деструктивным содержанием. Например, инструкции по изготовлению бомбы. Вот одно время, когда я работал в милиции, это действительно была проблема. Потому что только открылось с сайтов, как в домашних условиях изготовить взрывное устройство. С помощью подручных средств. В кастрюле там вода и вот компоненты для этого, да. То есть, пожалуйста, все равно. То есть родителям следует интересоваться сайтами, которые посещают дети, быть внимательным к любым изменениям в поведении ребенка. Необходимо уделять внимание детям, многоиграющим. С стрелялки вот эти вот, сетевые игры. С насилием. Эти дети ведут себя более агрессивно. Родителям надо знать, в какие игры играет ребенок, быть готовыми предложить какую-то конструктивную альтернативу. Не так, что запрещая играть, предложить что-то другое. Посмотреть на интернет-кафе, который получает развитие сейчас в России, где ребенок, даже если он дома, родители его контролируют, там он находится совершенно без присмотра, без всякого. Темп развития интернета в России значительно опережает процесс создания и совершенствования соответствующих нормативно-правовых баз, регламентирующих отношения в сети. То есть интернет развивается, а законов у нас еще пока нет. И поэтому там, конечно, может быть полный беспредел. Это мы говорили про детей. Давайте теперь поговорим про студентов. Студенты тоже очень уязвимая группа людей. Несмотря на то, что интернет является идеальным исследовательским инструментом, у студентов появляются проблемы с учебой, потому что они посещают не относящиеся к их исследованию сайты. Часами там болтают в чатах, беседуют со знакомыми, играют в какие-то интерактивные игры, вместо того, чтобы заниматься нужным делом. И у них появляются проблемы с выполнением домашних заданий, подготовкой к экзаменам. Очень часто они сами не могут себя контролировать. И действительно, я как преподаватель вуза могу сказать, сейчас вообще проблемы идут со всеми курсовыми работами, самостоятельными работами и так далее. То есть, знаете, я просто сама сейчас уже начинаю выдумывать, какое бы задание дать студентам, чтобы они точно не в интернете его делали, а делали сами. То есть уже выходишь исключительно на творческие задания, потому что понимаешь, что информативные задания давать нет смысла. Информацию можно скачать и отпечатать. И просто приходится, видимо, всю информацию, информативный блок выдавать на уроки, а дома, чтобы было исключительно творческая вещь. Ну вот, знаете, но это сложно, потому что все равно лезут в сайт, все равно лезут туда, в этот интернет, особенно зависимые люди. Следующая категория людей – это супруги. Наиболее разрушительным это оказалось для семейных отношений. У зависимого человека начинают появляться такие онлайновые знакомства. В большинстве случаев общение выглядит очень волнительным и часто приводит к романтическим беседам или занятиям киберсексом. Киберсекс или романтические беседы представляются в виде вообще безобидных развлечений. Люди ведь за тысячи миль друг от друга, за тысячи километров. Я здесь, она в Австралии. При всей своей кажущейся безобидности подобные развлечения оставляют мало времени для общения с реальными людьми. И, наконец, зависимый продолжает уже эмоционально разрывать все свои отношения с реальными людьми, сознательно все больше и больше погружаясь в виртуальный мир. Просто я хочу немножко по супругам говорить. Вы знаете, сейчас вот эти виртуальные знакомства очень сказываются на том, как люди создают семьи. Сейчас становится модным создавать семьи через интернет. И вот это виртуальное создание семьи потом виртуально сказывается на семьях. Реально сказывается. Люди думают, да, реально сказываются на семьях. Они становятся виртуальными. Люди думают, что они поженились по любви, а на самом деле не поженились, влюбившись в виртуальный образ. И потом, когда встречаются с виртуальным человеком, представляете, то есть по интернету признались в любви, полюбили друга, встречаются, а он оказывается совсем другой. Совсем другой. Не такой волосатый, не такой борозатый, не такой активный. Она не такая оказывается струнная, или наоборот не такая пухленькая. И вообще она оказывается... И вообще письма за него писал его друг. Например. И даже если он напишет про себя, что он такой нехороший человек, обманул уже 5 девчонок. Что мы думаем про себя, создав виртуальный образ? Что думает девушка, которая написала, он написал ей это письмо? Какой честный! Какие у вас отношения глубокие, что он в этом не побоялся признаться? То есть, это проблема огромная. Мы же не говорим о том, как это влияет на семьи. И вообще, вы знаете, будьте чуть неосторожны, если вы женитесь на человека, который нашел вас в онлайн, вы нашли его в онлайн. Вы уверены в том, что поженившись, вы не будете выходить в онлайн? Будем. Там же друзья. А вы уверены в том, что в онлайне появятся более романтические герои? Особенно, когда с мужем начнутся какие-то проблемы? Вопросы. Понимаете, это те вещи, которые нужно четко вообще учитывать. И это реальность, с которой нам надо быть готовыми работать. Это зависимость. Это конкретная зависимость людей. Поэтому мы, например, все время говорим, знаете, вам не советуем создавать семью с этим человеком, познакомиться с ним в онлайне. Хотя бы потому, что он онлайновец. Какое-то вам время нужно пообщаться лично, прежде чем создавать крепкие семейные люди. И полтора-два года ни вы, ни он не пользуетесь онлайном. По крайней мере, для вас это будет показатель, вы зависимый или независимый. Потому что, если вы онлайновцы и по онлайновым стандартам создаете семью, это проблема уже. Это уже проблема. Идем дальше. Конечно, близкие тоже становятся вот в этой группе риска. Близкие люди первыми осознают, что интернет завладел разумом человека и сначала надеются, что это скоро пройдет само. Но тем не менее, когда ничего не меняется, начинается использование аргументов против чрезмерного времени, проводимого в интернете. Но, к сожалению, это приводит к обратному эффекту. Зависимость становится озлобленным, старается защищаться от всех, кто пытается ограничить использование интернетом. Например, следуют такие стандартные фразы, как «У меня нет никаких проблем, да я просто отдыхаю, ты мне не мешай». Это все является признаком устоявшейся зависимости в интернете. Ну, это о чем мы с вами говорили. Это все те же самые признаки зависимости, которые мы с вами разбирали до сего момента. И, наконец, как и алкоголики, люди начинают скрывать свою потребность в количестве времени, проведенном в интернете. И пошли по шкале срыва на тот самый срыв. Финансы зависят от этого. У зависимых людей возникают финансовые проблемы. В 1996 году одна женщина потратила 800 долларов за один месяц за оплату онлайн-счетов. Ну, сейчас вот вводится безлимитный интернет, да? Но, тем не менее, может быть, финансы-то это наши спасают, но это ни в коем случае не дает нам свободы от зависимости. Но, с другой стороны, снижение вот этой платы за интернет сейчас приводит к тому, что все больше и больше людей там могут сидеть дольше и дольше? Конечно. Работа от этого страдает? Конечно, страдает. Ну, мы даже сейчас засчитывать не будем. То есть, в общем-то, у вас будет эта презентация, и если действительно у вас будет вот такое желание глубже это разобрать, зависимость. Потому что, в общем-то, то, что здесь вот мы, что здесь написано, это все касается любой зависимости. И о любой зависимости мы с вами, в принципе, уже поговорили достаточно подробно. И вот нам вот через эту картинку, вот Александр подобрал такую картинку. Видите, человек с окровавленным бинтом закрывает себе глаза. То есть, почему окровавленные глаза? А потому что это виртуальное все. Реалия убивается в виртуальном мире. Он не видит настоящего. Он не видит настоящего. Он убил реалию в виртуальном мире. Вот это то, о чем мы хотели сегодня с вами поговорить. Это то, что касается зависимости. Завтра у нас будет последняя, самая, наверное, серьезная зависимость. Созависимость. Созависимость. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok